Теперь уже риторика у них изменилась, они теперь всех зовут в Чечню. Поэтому это переоценить невозможно. На самом деле это великая просто польза, которая унизила кадыровцев. Наши турецкие братья унизили кадыровцев, унизили на весь этот мир, показали их трусость, доказали всем, что они обычные трусы, что они... Мартанхо, ассаляму алейкум, Тумсо. Есть инфо от источников близких к Кремлю. Кадыров был срочно вызван к хозяину, чтобы он срочно отправил своих вояк на границу с Украиной. Они уже там на месте выкладывают видео. Алейкум ассаляму араматуллах. Я не думаю, что его для этого вызывали. Для того, чтобы отправить кадыровских одноразовых на границу с Украиной, вызывать для этого кадырова не нужно. Я думаю, было понятно, почему его вызвали. Это было связано с его абсолютно неадекватными действиями, высказываниями, ну и, соответственно, всего его окружения, которое они себе позволяли, что они будут там резать головы под самые плечи. Ну, конечно, для россиян это была ситуация, выходящая из разряда стандартных. Поэтому на это и пришлось как-то реагировать. Тумсо Кадыров и его окружение припиарили митингом Адат и Энгулбаевых. Потом в эфире Дудаев говорит, что отныне будут игнорить. Да неужели они настолько далекие, что смогли понять только после. То, что они сказали, что теперь они будут игнорировать, это никак не связано с тем, что они поняли. Это не тот момент, что сначала он понял, потом Рамзан понял, потом Хамбиев понял, потом Лудаев понял. Нет, это был результат встречи Кадырова с Путиным, а по другой версии, говорят, он с Путиным даже и не встретился, то есть Путин его не принял, такая тоже есть версия. Ну, короче, это в любом случае результат вызова Кадырова в Кремль и разговора, который там с ним состоялся. Очевидно, что ему сказали, чувак, давай немножко своих коней придержи, ты что-то слишком разбушевался, от тебя слишком много шума. Причем явно такого ненужного для Кремля. И после этого они были вынуждены дать вот эту вот попятную, сказать, что все, мы теперь больше не будем никакой информационной борьбы вести, называть там их имена и так далее. Ну, считайте, что это такая, это проигрыш шикадыровской пропаганды, это наша такая общая победа, но она такая промежуточная, имейте в виду, это они так говорят, но я зуб даю, что это слово сдержано не будет, оно сейчас вот какое-то время они потерпят, а потом самым первым, сам Кадыров, и нарушить это слово, и снова все пойдет по новой. В том все, вопрос, который многие вежды обсуждают между собой, касаемо телефона звонков Хасана, в чем смысл этого, и какая польза от этого, прокомментируй Халдаца. Ну, первое очевидное, это то, что Хасан, разговаривая в первую очередь с работниками муфтията, я считаю, что вот это было самым важным, показал, насколько они сквернословы, насколько это абсолютно не люди с благими нравами. Они должны были хотя бы ради лицемерия своего, держать свои эмоции, разговаривать как-то корректно, но даже они не в состоянии это сделать, себя как-то сдержать, поэтому в этом плане я считаю, что это огромная польза. Про там всяких кадыровских начальников, там РОВД и там прочих каких-то чуваков, я вообще молчу, понятно, что от них мы и в принципе ничего другого и не ожидали. Вот это первое. Второе. Невозможно переоценить то, что было сделано Хасанами, вообще нашими братьями из Турции. Это за последние лет, ну, за последние много лет, я не буду называть цифру, чтобы никого не обидеть и не дать причины для споров. За много лет это первый такой прецедент, когда ситуация была переломлена. Переломлена и не в пользу кадыровых. Хасан звонит этим людям, которые до сих пор очень пафосно вызывали нас на какие-то там поединки. Вы ведь помните, это не так давно было, когда чувак сидел и говорил, помните, мемом даже стал. Типа, давайте, укажите место там нейтральное, и мы, значит, типа, пободаемся. Не так давно в разговоре со мной Иудов говорил, что вот, мол, выбирай страну, куда я могу поехать. Типа, я под санкциями, я не в любые страны могу ездить, но вот какую страну я могу, значит, поехать. Ты выбери эту страну, я тебе туда, значит, Ислама Кадырова пришлю, опять-таки, чтобы там разобраться. И я, говорит, сам тоже туда приеду, чтобы разобраться. И что греха таить, у нас до сих пор не было такой страны, в которую мы могли бы их звать, так как мы с вами находимся в европейских странах, и здесь как бы нас сюда пустили не для того, чтобы мы на их территории устраивали разборки, нам здесь не дадут этим промышлять. И вот Турция стала той страной, которая позволила, дала эту возможность нашим братьям, и они очень эффективно эту возможность использовали, и показали в первую очередь и сторонникам Кадырова, и людям, которые были в числе сомневающихся, показали их истинную, истинное их лицо, да, их трусость. Теперь вы видите, что Хасан им звонит и говорит, вот вам мое местоположение, вот здесь я нахожусь, приезжайте, давайте устроим пресс-конференцию, поотвечаем на вопросы. Но туда никто не хочет ехать. Теперь уже риторика у них изменилась, они теперь сел зовут в Чечню. Поэтому это переоценить невозможно. На самом деле это великая просто польза, которая унизила кадыровцев. Наши турецкие братья унизили кадыровцев, унизили на весь этот мир, показали их трусость, доказали всем, что они обычные трусы, что они не в состоянии на равных разговаривать, как-то разбираться. У них нет этой смелости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова